Это площадь у Дворца культуры нефтяник. Так она выглядит обычно, в том числе и сегодня. Такой была в пятницу, когда отмечали День работников нефтяной и газовой промышленности. А вот такой стала в субботу, в юбилей города. Преображения этой территории начались ранним утром, около 7 часов утра. В это время пришли на работу и корреспонденты Вектора. Пока они расписывали материал о вечерних пятничных мероприятиях, площадь изменилась до неузнаваемости. Жизнь на ней буквально кипела на протяжении 4 часов. Какой праздник, какое выступление, юбилей города и столько впечатлений. Открылся нефтяник, да. Такой прекрасный вчера праздник был. Сегодня у нас музыкальная околица. Я приехал из города Екатеринбург. Я уже здесь третий день, мне очень все нравится. А вот эта площадь в пятницу вечером. Как мы видим, здесь не менее многолюдно. С Днем работников нефтяной и газовой промышленности, а также с 30-летием Пурнефтегаза, виновников торжества и всех жителей и гостей города поздравляют официальные лица и, конечно, артисты. Первыми выступили полюбившиеся городу уральские исполнители. Уникальный коллектив, дважды попавший в Книгу рекордов Гиннеса, танцующий оркестр «Уралбэнк». В продолжение концерта номера еще трех коллективов. Хедлайнер группа «Пицца». Первый ее хит, название которого совпало с днем выступления трио «Песню пятница», дружно подпевала губкинская публика. Раз, два, вместе! Я бы не увидел тебя, скрипи миллионов нас прохожих. Это мне не нравится, мне теперь не нравится тоже. Я бы не заметил тебя, ты прошел бы перед Москвой встречи. Если бы не пятница, если бы не пятница, вечером... Мне очень нравится, мне очень классные песни, я все время слушаю. Я обожаю группу «Пиццу», это моя любимая группа. Я восхищаюсь их творчеством. Долгий и красочный фейерверк завершил празднование 30-летия Порнефтегаза. На следующий день на этой сцене выступала не менее известная ямальцам и прославившая наш регион на всероссийском вокальном конкурсе победительница новой звезды Елена Лаптандер. 30 лет – это такой замечательный возраст, это расцвет, это красота. Я считаю, что для 30 лет этот огромный, красивый, талантливый, молодой город выглядит просто потрясающе. Люди здесь добрые все, творческие. И это действительно созвездие многих народов. Вместе с Еленой Лаптандер участие в фестивале русско-народной культуры «Музыкальная колеца» приняли десятки артистов, как приезжих, так и губкинских. Для зрителей выступающих не только представили концертные номера, но и предложили попробовать себя в народных играх, познакомиться с старинными русскими обрядами, исполнить частушки, научиться танцевать кадриль, барыню, Семеновну, а также стать участниками десятков мероприятий, выставок, викторин, постановок, мастер-классов, спортивных состязаний и многого другого. Попасть на праздник смогли и жители, и гости города, в их числе и представители межрегионального автопробега «Новый Уренгой», «Таркасале», «Губкинский», «Ноябрьск». Мы пригласили блогеров, пригласили фотографов, представителей СМИ, туроператоров регионов Уральского федерального округа, для того, чтобы презентовать наш округ, продвинуть туристские продукты в этих регионах. Цель автопробега – популяризация автомобильного туризма, развитие межрегионального сотрудничества и знакомства с достопримечательностями. Не только посетить памятные места, но и стать участниками исторического события смогут сегодня гости города. У памятника первопроходцам они присоединятся к торжественной церемонии закладки капсулы времени. Для участия в историческом событии на площади у памятника первопроходцам собрались сотни человек. Здесь трудовые коллективы предприятий и организаций, жители города. Среди почетных гостей церемонии – руководство города, главы нефтяных и газовых предприятий, депутаты, ветераны-первопроходцы, приехавшие в Губкинский одними из первых в 80-х годах прошлого века. Традиции, которые были заложены, они поддерживаются, распространяются вшире и ввысь. Большое вам спасибо за сохранение того, что было заложено в первые дни и годы. Нас объединяет одна общая мечта – и тогда, и сейчас создавать и сделать наш город еще лучше. На торжественной церемонии вспомнили самые важные события трех прошедших десятилетий. Были названы наиболее значимые события каждого года жизни города. 1986 год. На месте строительства будущего города Губкинского заложен символичный памятный камень. В год образования бурнефтегаза добыта первая миллионная тонна нефти и газового конденсата. Самое главное, что сюда возвращаются сейчас дети и внуки тех, кто открывал этот город, кто начинал строить, кто осваивал месторождения. Если есть династия в городе, это значит город будет жить и развиваться. Уверен, что наши дети, внуки, будущие поколения сделают наш город еще красивее, еще лучше, еще любимее, еще моложе. В честь 30-летия города в основании памятника первопроходцам заложена капсула времени с посланием потомкам. Письмо будущим жителям Губкинского составлено из фрагментов текстов, которые представили предприятия и организации, а также все неравнодушные жители города. Извлечь капсулу и прочесть послание наши потомки смогут через 30 лет, в 2046 году. После завершения церемонии губкинцы приняли участие в праздничном шествии по улице Нефтяников от улицы Парковой до проспекта Губкина. Я в Губкинском живу с 88-го года. Я сейчас иду по этим прекрасным улицам, вижу эти прекрасные здания, вспоминаю, какая я была маленькая. И какой маленький тогда был поселок. И сейчас уже городу 30, мне немногим больше. Здорово, обожаю этот город. Праздник такой значимый, он, наверное, самый лучший праздник в году, особенно сегодня, 30-летие. Мы счастливы, что вот сегодня на эту дату находимся здесь, идем и настроение хорошее. Хорошее настроение было у губкинцев и на других площадках. Так, возле больничного городка вдоль улицы Нефтяников расположился чум. Выставка работ, национальные песни, ненецкие забавы. Губкинцам предложили поучаствовать в метании тензиана на хоре, прыжках через нарты, стрельбе из лука. Желающих много пострелять из лука. Цель – сбить бутылку. Кто собьет бутылочку, тот получает приз. Поучаствовать в ненецких забавах горожане могли и в парке культуры и отдыха юбилейный. Здесь губкинцам предложили экскурсию по мини-стойпищу и национальные угощения дарами природы. Ягодами ненецкой ухой из щуки и лепешками и чаем из северных трав. А угощение творческими блюдами губкинцы получили со сцены парка. Открыла концерт Елена Лаптандер. После нее на сцену вышел хор под управлением заслуженного работника культуры Сергея Каледы. Это выступление очень понравилось губкинцам. Губкинский мой, песнь о тебе слышит. Каждый из нас вместе с тобой дышит. И уже на протяжении года мы специально подготовили к 30-летию, целый год, готовили сольную программу ровно на час. В завершение концерта творческий подарок губкинскому преподнесли известный российский исполнитель Митя Фомин и шоу барабанов. Такого зажигательного выступления многие горожане не ожидали. Потрясающий концерт, потрясающая энергетика. Очень понравилось выступление. Мы просто не ожидали, что действительно будет так интересно, задорно. У него будет хорошее чувство юмора и он нас просто разогрел. Мне очень понравилось. Одним из самых ярких моментов праздника стало проведение акции «Вместе ярче». Этот всероссийский фестиваль прошел в 72 регионах страны с целью повышения энергоэффективности и привлечения внимания общественности к теме бережного отношения к электроэнергии. Экономим. На чем? На все отключаем. Дома все отключаем. Если только на энергосберегающих лампочках, конечно, можно экономить. Уходя, гаси свет. Детей заставляем выключать свет. Сами стараемся, чтобы зря не горел. Очень здорово, что сейчас мы объединим наш юбилей со всероссийской акцией. Очень, мне кажется, символично. Все горожане на полторы минуты вообще мы выключим свет и поймут, как это вообще, вот это благо цивилизации. Его же беречь надо. Поднимаем один, два, успеваем три. Для того, чтобы сберечь ресурс, во время вечернего концерта в парке отключили всю иллюминацию. Однако площадь все равно светилась. Губкинцы включили экраны телефона и подняли руки вверх. А после огни зажглись и в небе Губкинского. Финальным аккордом концерта, посвященного 30-летию нашего города, стал большой праздничный фейерверк. Где-то, где повсюду звонкий смех. С днем рождения, славный город. Ты гранда столица, как Москва для всех. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова